Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. Сегодня 8-ое Тишрея. Остался нам один день до Йом-Типура. Завтра вечером наступает Йом-Типур. И это важнейший момент в жизни еврейского народа и в жизни всего мира получается. Тоже обнуление, обнуление программ, обнуление как бы... То есть уже начало, конкретно официальное начало нового цикла. Завтра в Йом-Типур. То есть в Рошашина мы начали. 10 дней было нам на то, чтобы мы еще думали, принимали решение, делали чуву. И вот сейчас, завтра вечером наступает Йом-Типур. 26 часов. Всевышний будет прямо здесь. Яков Шатадин подготовился встречать Всевышнего. 26 часов подряд от захода Солнца завтра до выхода звезд послезавтра. Всевышний будет в этом мире. И это такой очень близкий контакт, который, в принципе, очищает все следы, все старые грехи, которые были. И начинается новый цикл. Для тех, кто раскаялся. Опять же, для тех, кто раскаялся. И мы поэтому сегодня изучаем пятый, завершающий из пяти принципов чувы, которые сформулировал Рэб Зуси. Рэб Зуси из Аниполя. Он нам сформулировал, что чува – это пять таких, пять конкретных действий, которые надо делать. И вот сегодня пятое действие. Напоминаю первых четыре действия чувы. Первое – это «тамимти им ашам лакеха» в слове «тшува ате» – это «будь беспорочный с Богом, будь бесхитростный, беспорочный на глубоком уровне, как Авраам и Вин, да, зная, что все от Всевышнего». Второе – «шивися, ошебленный где-то, мид», «всегда представляй Бога перед собой», это что творение возобновляется каждую секунду, Творец Он каждую секунду дает существование этому миру. Это не то, что запустили, и оно работает. Нет, оно каждую секунду возобновляется, все мироздание заново. И зная это, зная это, ты, конечно, совершенно по-другому живешь. Если ты об этом помнишь. В автографе «Камоха возлюби ближнего как себя» это третий принцип «чувы» по твоему отношению к окружающим. Понятно, на какой ты сейчас стадии взаимоотношения со Всевышним. И когда человеку плохо, значит, он на плохой стадии взаимоотношения со Всевышним. И естественно, что он будет это выражать в своем отношении к людям. И как бы одно другому цепляется. То есть, если ты со Всевышним в хороших, то есть, ты понимаешь, все от Всевышнего, ты все принимаешь, благодаришь, тогда у тебя хорошее настроение. Если у тебя хорошее настроение, ты тогда и с людьми в хороших. То есть, тебе как бы, ты думаешь, вот, ну, там, человек на тебя нападает. Наверное, ему плохо, этому человеку. Вот, наверное, плохо. Даже если ты с ним воевать будешь, то ты на него злиться не будешь. Ты будешь понимать, ну, вот, человек сумасшедший какой-то, да. Значит, он сумасшедший, наверное, да. И я сейчас по Торе с радостью, значит, выполню заповедь. Тот, кто пришел убить тебя, встань и убей его первым. И человек с радостью, значит, пойдет выполнять волю Всевышнего. Даже если я беру сейчас специально крайнюю ситуацию, или там Раби Ативу, например, его ревляне разрывают на части этими, вот, этими металлическими штуками, ученики говорят, что же это творится-то такое, да. Что же это творится? Ученики возмущаются. Ангелы возмущаются. А Раби Атива говорит, молчите, говорит, вообще это Бог мне такой подарок приготовил. Я же всю жизнь об этом мечтал, чтобы умереть вот так, найти душа Шем, чтобы выйти из этого мира, прямо вообще вот, прямо это такое испытание, которое, ну, нельзя же себе просить испытание, но я где-то втайне о нем мечтал, и вот мне Всевышний его дал, говорит, молчите, я всю жизнь об этом мечтал. То есть, это уровень, вот если прийти на этот уровень, то, естественно, это, ну, вот это соединение с Богом на, вообще, на полном уровне. И получается, что вот в этой вот третьей букве ВАВ, ВАВ, Талереха Камоха, в слове ЧУВА, возлюби ближнего, как себя, в этой букве, то есть, это не просто возлюби ближнего, как себя, да, то есть, тут есть возлюби себя, то есть, когда ты к себе так же относишься, вау, вот это я молодец вообще, а что ты молодец, ну, просто, а что нет, Всевышний меня так сделал, я со Всевышним, почему я не молодец, молодец. Люди, ближнего возлюби, как себя, то есть, ты себя любишь, ближнего любишь, и ты Бога, значит, любишь. То есть, в слове «чува» это индикатор и, как сказать, вот есть, например, когда в бизнесе, если вот кто занимается бизнесом, не, я точно не ваше, я точно не ваше, кто занимается бизнесом, есть такой совет в бизнесе, выбрать главный показатель, ключевой, главный какой-то показатель, наблюдая за которым ты понимаешь, ну, что происходит с бизнесом. Вот выбери какой-то ключевой, главный показатель и старайся его, чтобы он рос. Там количество клиентов для кого-то это будет, или там чек, или еще что-то, и ты наблюдая за одним показателем, ты его поднимая, поднимаешь весь бизнес. Так вот, в «чуве», в раскаянии, да, в процессе раскаяния, мне кажется, это мое предположение, да, такое, что вот этот вот «вы автали реха камоха, возлюби ближнего как себя», это является вот этим ключевым параметром, ключевым фактором. И если ты можешь находиться в состоянии любви к себе, к ближнему и ко всевышнему, значит, ты чуву сделал. Если у тебя в одном из этих трех возлюби есть пробой, значит, и в других есть пробой. Понятно, да? Хорошо, теперь дальше у нас было «далит», «чува», «бет», «бет», буква «бет», четвертый путь, мы вчера учили, «беколь драхэха дээха ву яшэра архатэха, на всех своих путях познавает Бога, и Он выпрямит твои дорожки». Значит, это говорится про Ашгаха Пратит, про личное проведение, когда ты видишь в любом событии, ты видишь проявление Всевышнего, и ты думаешь, что Всевышний мне хочет сказать, что, почему Он вот так вот сейчас сделал. Вот там у меня было, ну в общем, человек начинает видеть разные знаки, которыми Всевышний через его мир с ним, с человеком разговаривает. И действительно включается вот этот вот диалог, включается диалог, включается то, что называется «чува», «возвращение к Всевышнему». То есть, если ты видишь проявление Всевышнего во всем, значит, ты вернулся ко Всевышнему. То есть, если ты понимаешь, что все, что происходит в твоей жизни от Всевышнего, значит, как раз произошла «чува», да, то есть, ты как бы вернулся к Богу. И сегодня у нас последнее краткое изложение, объяснение пятого пути возвращения к Богу. Книга о Йом-Йом на восьмой тишре нам рассказывает последняя буква «Эй». Значит, есть такой отрывок в Торе, значит, этот отрывок звучит так. Значит, книга нам объясняет, что «остерегайся выставить себя на показ». Об этом сказано. Человеку нужно быть хитрым в богобоязненности. Быть хитрым в богобоязненности, то есть быть хитрым в служении Всевышнему. Сегодня я слышал в Синагодии объяснение этого отрывка, очень такой интересный пример. Сейчас дочитаем, что написано, что от человека требуется изрядная хитрость, чтобы его богобоязненность вообще была незаметна окружающим. Известно, например, что первые хасиды ловко скрывали свое истинное лицо. На таком пути возвращения к Богу человека ведет его скромное поведение. Значит, смотрите, в Талмуде в Кедуши написано, что человеку можно врать в трех случаях. Значит, первый случай, там написано так, что если его спрашивают, ты знаешь Тору, там, такой-то трактат Талмуда, он может сказать, не знаю, там, или половину, или что-то. То есть он может тут скрыть свой уровень в Торе, да, он может тут наврать даже. Второе, вопросы сказаны, связанные с, насколько я помню, с половыми отношениями, по-моему, там что-то было сказано. Вот человеку начинает какие-то нескромные вопросы задавать, да, про его там, ну, какую-то жизнь. Он может сказать, тут он может наврать, ну, не сказать правду. И третье, я не помню, что там написано. Еще третье, где можно искажать. То есть вообще врать нельзя, но тут можно написано прямо искажать в этих трех вещах. Теперь, вот здесь написано, что можно скрывать свою скромность. Значит, были величайшие-величайшие раввины. Вот Равыцкак Зильбер, например, да, он был величайшего уровня человек в Торе. То есть все, кто были, ну, такие настоящие, знающие мудрецы Торы, главы поколения, там, Рава Ваде Иосеф, Рав Ильяшев, Любавич Стиребе, Рэбе Мисатмар, они все его, когда видели, они понимали, что перед ними ангел, да. Да, Рав Ильяшев говорил, что Равыцкак один из 36 праведников, заслугу которого существует мир. Значит, это скрытых праведников есть в каждом поколении. Но вот один пример из его жизни, да, он как-то шел в синагодии, и там был один такой парень, который вот только начал соблюдать заповеди, изучать Тору, и он такой, значит, он хочет всех приблизить к Торе. Это, знаете, есть такой первый этап, когда ты возвращаешься к Богу, тебя так вставляют, ты думаешь, как остальные не видят этот свет вообще, как они живут, эти темные люди вообще, мракобесы, которые не видят Всевышнего, не видят его чудеса вокруг. И вот такой вот парень, он начал учиться в Торе, начал учиться в Яшиве, русскоязычный. Потом начал он преподавать уже, и он смотрит, идет дедушка какой-то, он ему говорит, вы на русском говорите, он говорит, говорю, говорит, давайте я вам сейчас объясню недельную главу, вот вы такое никогда не слышали. И он ему начинает объяснять там какой-то комментарий Раши, какой-то, и этот дедушка сидит, да, 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 говорит, о, как интересно, очень интересно. Тот ему так объяснял, говорит, ну, теперь вы поняли. Он говорит, понял, понял, все, спасибо большое. И ушел, потом кто-то к нему подходит, говорит, ты знаешь, кто это, с тем ты разговаривал. Тот говорит, не знаю, дедушка какой-то русскоязычный. Он говорит, нет, говорит, это рабыц, как Зильбер, это великий вообще раввин и праведник. А он никак это вообще не проявлял, никак, то есть он внимательно слушал, там действительно искренне от всего сердца он вникал в то, что ему говорили. Сегодня приводил в синагонии другой пример. Есть в Хабаде, Хабад это, ну вот то, что мы сейчас изучаем, это движение Хабад называется. У них, одно из главных акцентов их служения в Хабаде, это битуль. Это битуль, это самоаннуляция, аннулирование своего эго. То есть это их главное слово битуль, да, то есть быть, нет меня, есть только Всевышний. И они реально живут как будто бы, ну, для них реальности как будто бы нету. Поэтому все на сегодня вот какие-то такие события, ну, вот какие-то очень большие. Там, например, была, например, такая история, когда первый из России космонавт полетел в космос, так ему Илан Алон, Илан Рамон его звали, Илан Рамон. Так Хабад с теравиной ему помог сделать там кошерную еду в космос, дал. Значит, потом он уже перед самым полетом начал шаббат соблюдать. Он ему выяснял, как ему шаббат соблюдать в космосе, если у него там все меняется каждые несколько часов, он же вокруг летает с земли. В общем, они, Хабадники, живут как будто бы нету для них реальности. Почему? Потому что они убирают свое «я», и когда ты убираешь свое «я», и есть только Всевышний, так ты прям так и действуешь. Но, но, сегодня рассказывал, вот я как раз молился, и один хаббатник рассказывал, что был такой у них, я не помню, как его звали, это во времена еще Альтер Рэбе, лет 300 назад, был один очень великий праведник, такой прям вообще. И когда он пришел к Мадиду Измежирич, он выглядел как очень важный человек, прям очень важный, такой богатый, высокомерный. И когда он зашел, Мадиду Измежирич, он сказал своим ученикам, смотрите, это говорит Раф такой-то, такой-то. Видите, как он скрывает свою скромность? Вот это называется «в скромности ходи перед Богом». Они говорят, как в скромности ходи, он ведет себя как миллиардер, который зашел там все. Он говорит, так в этом же и прикол, что он настолько скромный, что он не хочет, чтобы видели, что он скромный, и говорили «вау, какой он скромный, и какой он великий такой праведник, скрытый». Он для того, чтобы скрыть свою скромность, он вел себя высокомерно, хотя на самом деле он был скромный, представляете? Это называется «с хитростью служи Всевышнему». То есть, если бы он вел себя скромно, все бы говорили «какой он великий человек». Чтобы было понятно, вот этот вот нюанс в еврейском мире, как-то был один человек, он был очень скромный. Он реально был очень скромный. И он так себя вел, он всех в синагодии пропускал вперед. Но знаете, вот есть люди, которые его как будто бы нет. Он реально, он старался каждому помочь в такой. И люди начали про него говорить «он праведник, он великий праведник», начали за ним ходить «дайте благословение», там «вау, зашел великий праведник», очереди к нему. Он встречается со своим другом, одним приятелем, тоже такой пожилой дедушка, и ему говорит «слушай, я не понимаю, что творится, я не понимаю». И все вдруг почему-то начали думать, что я большой праведник, что я большой праведник, просят у меня благословения, там вопросы мне разные задают. А я же просто простой человек, ну, то есть я, кто я? Никто. Что мне делать? Тот ему говорит «смотри, ты тогда должен сказать всем, что ты неправедник». То есть когда в субботу все соберутся в синагодии, выйди и объяви всем, скажи «извините, это произошла ошибка, я неправедник, не надо ко мне ходить, вопросы задавать, благословения просить». Я неправедник, меня нет. Хорошо, значит, он, а он же скромный человек, послушал совета, выходит в синагогу, говорит «вы знаете, я неправедник, я не надо мне вопросы задавать, я простой человек, пожалуйста, ну, то есть дайте мне спокойненько с крашкой сидеть и все». Люди такие «вот это праведник, вот это уровень, да, какой он вообще сказал, что он неправедник, вообще это просто». И про него слух пошел вообще, везде-везде пошел про него слух, что он велитий праведник, и люди начали из соседних городков приезжать, из других стран, чтобы просить у него благословения. И он к этому другу приходит, говорит «что же ты делаешь-то, ну, ты мне такой совет дал, что теперь я вообще не знаю, как мне жить». То есть все, пошел слух, что я вообще такой праведник, что со всех стран приезжаю. То он говорит «о, давай тогда от обратного, давай тогда ты выйди в синагоге, скажи, я велитий знаток Торы, я мудрец, я все знаю, значит, там, продаю благословения». Он говорит «слушай, говорит, ну, это же, говорит, будет тогда ложь, я же не, говорит, я, хотя я и не велитий праведник, но я же не могу так нагло врать, что я велитий праведник». И он попал в сложную ситуацию. И вот как раз вот этот вот пятый путь служения «скромно ходи перед Богом», он как раз об этом, он как раз об этом, чтобы не выставлять на показ свою праведность, не выставлять на показ свое служение, не выставлять на показ свои взаимоотношения с Богом, не учить. Я помню, был случай один очень, тоже один такой, который только начал соблюдать недавно, и он такой был прямо в очень суровом таком прямо обличении. Знаете, есть такая стадия, когда он начал всех вокруг обличать, те, кто давно религиозны, те, кто не религиозны, те, кто меньше него не религиозны, те, кто больше его религиозны, те, кто неправильно религиозны. То есть он такой был в состоянии обличителя. И он, значит, как-то в синагодии, он, значит, вел молитву. И в это время кто-то начал разговаривать. Там тихонечко что-то он начал разговаривать. И он, значит, на него как начал кричать. Ты что не знаешь, что нельзя во время молитвы разговаривать? В это время. А там был второй такой же, такой же, как он, который тоже был в состоянии обличения. И он подумал, что это на него, ему говорят. Потому что он, я разговаривал, я вообще не разговаривал. И они как начали ругаться. Это было ужасно слушать. Потому что любое насилие, любое вот такое вот... Все возвращается, скажем так, простым языком. Все возвращается. Поэтому нас научили великие мудрецы, что нужно в скромности ходить перед Богом. То есть меньше себя выпячивать. Чем ты меньше вступаешь в противоречия и в конфликты с другими людьми, тем лучше для тебя, тем легче тебе живется в этом мире. То есть ты спокойно идешь по этому миру, не вступая в конфликты. А те люди, которые гордецы, которые такие экстраверты, которые требуют себе внимания. И они вступают в конфликты с таким же обычно. То есть они как-то находят друг друга. Хорошо. Теперь дальше. «Обретение неба на земле» книга, она нам советует такой интересный момент. Это, опять же, повторю, это взгляд любаеческого Рэбе, который интерпретирован Равином из Канады, который живет сейчас. Значит, он взял из 40 тысяч писем Рэбе, его высказывания, взял 3065, сделал книгу «Обретение неба на земле». И сегодня он нам дает такой совет интересный. Совет воспитания. Но этот совет воспитания можно использовать не только в воспитании детей, но и в воспитании себя и в общении. Он дает так, говорит. «Иногда вы не знаете, как поступить. Проявить ласку к ребенку или наказать его». То есть вот есть ситуация, да, ребенок сделал какую-то ошибку, и вы смотрите на эту ошибку. И у вас есть два варианта. Первая реакция – это его наказать, да, сказать, как ты мог там все. В этот момент, когда вы его наказываете, вы надеетесь, что он, в принципе, больше не будет делать эту ошибку, или же вы на нем проявляете свое внутреннее зло, что вам не нравится, что это произошло, и вы, в принципе, думаете сейчас не о том, чтобы этого больше не было, а вы думаете о том, чтобы, как бы, свое злость и раздражение, что это произошло, вернуть этому ребенку. Но в любом случае наказание, оно происходит по двум причинам. Или вы хотите от своего зла избавиться и стянуть его на ребенка, или вы хотите, чтобы он больше этого не делал. Значит, второй вариант, вы видите, если он расстроился, и если он переживает, он же сделает какую-то проблему, значит, он тоже же видит, что это проблема. Вы можете его проявить ласку, успокоить его, и сказать, что да, ничего, ты ошибся в этот раз. Бывает, с тем не бывает. С каждым человеком бывает, что он ошибается, и, значит, в следующий раз, пожалуйста, не ошибайся, ты молодец, там, и так далее. Теперь, дальше он дает нам объяснение. И человек не знает иногда, как ему поступить. Наказывая ребенка, когда он нуждается власти, вы допускаете серьезную ошибку, пишет эта книга. Если же вы приласкаете его, в то время, как он заслуживает наказания, то совершайте дополнительную митцву, дополнительную заповедь, проявляйте любовь, которая к вам вернется. Вот это вот пища нам серьезная для размышления. То есть любое зло, даже самое справедливое зло, которое человек направляет в этот мир, оно отражается, как от зеркала, от этого мира, и на него потом же может прийти. Зло, направленное в ребенка, а наказание, это, в принципе, ну, это проявление какого-то агрессии, ну, это что-то негативное, оно может вернуться на того, кто его делает. Поэтому советуют нам любающие стиребы идти только через мягкую сторону, через ласку, через добро, через добро. Такой вот совет, чтобы было небо на земле. То есть, если вы хотите уже сейчас получить рай, то, пожалуйста. Если вы хотите бороться, значит, бороться за мир до последней капли крови, то тоже есть такой вариант, есть такие борцы, которые борются за мир до последней капли крови. Как было в Советском Союзе это высказывание, мы будем бороться за мир на земле до последней капли крови наших врагов. Вот так. И, значит, сегодня мы продолжаем изучать песню Азина. Это недельная глава Азину. И сегодня коротенький отрывочек, уже мы чуть-чуть я затянул, про скромности ходи. Значит, поэтому один отрывок мы все прочитаем. Значит, по мысли, как бы, углубись в то, что было из поколения в поколение. Шалявиха, спроси папу своего, Вейадидха, и он тебе скажет, Скенейха, старейшин, стариков своих, и скажут они тебе. Значит, не надо сомневаться, что те поколения, которые нарушают волю Бога, они исчезают. Посмотри просто на историю мира. На все эти исчезнувшие империи, на все эти Александров-Мукдонов, матидонских, которые в 30 лет там умерли, на всех вот этих вот завоевателей и сумасшедших диктаторов, которые кричали, что я там весь мир захвачу, и что потом? Умирали потом, их разоблачали после смерти. То есть все диктаторы, в принципе, они все плохо заканчивали. Бывали единичные случаи, когда при жизни они с их помощью Всевышний наказывал других еще больших злодеев. И бывало, что эти диктаторы, они были как бы проявлением воли Всевышнего, которая, я читал страшные цифры, что в НКВД, то есть три волны, было три поколения руководителей, всех казнили, всех убили. То есть были вот эти вот, которые НКВДисты, да, КГБ, которые вначале делали репрессии, потом приходили следующие, их убивали, те, кто делали репрессии, потом приходили следующие, убивали тех, которые делали предыдущие репрессии. То есть, а потом, после смерти Сталина, всех разоблачили, поменялась власть. То есть все те, которые убивали и делали репрессии, а их всех же убили почти. То есть это как бы понятная-понятная вещь. Поэтому на что надеются каждый раз диктаторы, что так не будет, странно. Вот написано здесь, Вспомни, посмотри на поколение, поисследуй, спроси отца твоего, он тебе поведает, что фашисты, которые напали на, хотели весь мир захватить, их разбили за 12 лет, с 33 года по 45 они просуществовали, их снесли как просто все их вот эти вот парады, они такие строили монументальные, я видел там в Нюрнберге эти стадионы на сотни тысяч людей, эти парады там, это все, тысячелетний рейх. 12 лет, все, снесли всех, как и не было, сейчас даже упоминание их, значит, тюремное заключение, поэтому, если человек хочет понять, что ему делать дальше, можно просто посмотреть на историю и понять, что зло всегда будет наказано и лучше делать добро, служить Всевышнему, выполнять заповеди и помнить, что нам сказал царь Соломон в книге Экклезиаст, что Аколь Эвель Эвелим, он сказал, все это пар паров, все это пар, весь этот мир со всеми его там проблемами, погонями и так далее, это все Эвел Эвелим, пар паров, суета-сует. А что он сказал, надо тогда в жизни делать? В конце концов, все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. Все скрыто и хорошее и плохое, поэтому сейчас мы находимся, кстати, я вчера слушал одного раввина, мы находимся сейчас, вот это очень я на этом хочу закончить. Он этим закончил, в своей деврой тура фантастически, значит, написано, что Машех придет в год Мацейшвид, то есть год Шмита, который сейчас закончился в Рошашана, и Машех придет на следующий год после год Шмита, это так есть предание. Сейчас как раз тот год, когда мы ждем Машеха, и он говорит, смотрите, в Йом-Типур после поста, значит, прощаются все грехи, то есть все, обнуление, и он говорит, останьтесь еще на три минуты, пожалуйста, в Синагоде после Йом-Типура и попросите у Всевышнего, вот вы в чистый, у вас вы все, уже нету грехов, вы сделали тшуу, то есть это самый такой идеальный момент. Попросите, чтобы Машех пришел уже, опустился третий храм с неба, попросите, говорит, пожалуйста, если много людей попросят, значит, Машех придет, и, значит, давайте попросим мне, а, и он говорит, смотрите, если вы будете просить о своих проблемах, то, возможно, какие-то проблемы решатся, но если вы попросите о Машехе, и придет Машех, и наступит новый этап в мире проявления Всевышнего, и исчезнет зло, так решатся все проблемы. Поэтому, говорит, просите о Машехе, и решатся все ваши проблемы. Все, всем спасибо, до завтра, до завтра. И этот урок, да, пусть будет Лилу Нишама, мой папа Борух, Бен Авраам, чтобы там его тоже перед Йом-Типуром подняли на следующий уровень, он же там тоже где-то находится как уровни, сколько ты успел сделать духовных дел, и я хочу, чтобы ему сила была перед Йом-Типуром, заслугу вот этот вот урок, очень хороший сегодня получился урок, слава Богу, чтобы ему был, значит, этот урок, заслугу там, чтобы Йом-Типур его подняли в хорошее там место. Субтитры создавал DimaTorzok